Всем привет! Ну что, Таня? Ну что, Марина, наконец мы встретились! Наконец мы встретились! Ну, на самом деле, мы уже встретились как старые добрые подружки. И не просто подружки, у нас в один день день рождения. Да, представляете, мы сейчас друг другу подарили подарки и встретились в галерее для того, чтобы... Чтобы? Для чего? Чтобы одеть друг друга. Чтобы одеть друг друга не так, как мы привыкли. То есть, я попросила Марину, как Эвелину Хомченко... Правильно я назвала фамилию? Да. Нашу ютубовскую, одеть меня... То есть, она должна своим взглядом, посмотрев на мой стиль, что-то подумать и его переиначить со своей точки зрения. То есть, как она видит меня в другом совершенно обличье. А я, в свою очередь, хочу это сделать с ней. То же самое. И видео мы как-то разделим, пока еще не понятно как. Поэтому, чтобы понять полную картину, кто кого как и во что переодел, вам придется зайти на оба канала и посмотреть эти видео. Ссылочки мы, естественно, оставим. Оставим, да. Кстати, Татьяну уже с точки зрения макияжа тут переделывала Арина. Так что, на ее канал тоже заходите. Мне видео очень понравилось. Вот. Ты по-другому получилась и очень хорошо. Мне очень понравилось. Ссылочку мы тоже на канал Арины оставим. Так, и к вам обязательная просьба. Вы, когда все это посмотрите, обязательно пишите свое мнение. Потому что, например, мне будет очень интересно. Понравился вам больше мой стиль или тот, который уже привычен Марине, который вы ее видите постоянно. Точно так же и относительно меня. Может быть, мне стоит прислушаться именно к Марининому стилю и полностью сменить его. Да ты прислушаешься, прислушаешься. Кто знает. Да, кто знает. Да. Это мы привыкли так себя видеть, а со стороны же мы не видим. Иначе будет. Смотрите, будет очень интересно. В общем, посмотрим, что из этого получится. Да. Ну что, Таня, давай разберем твой образ. Сапоги. Удобные. Черные. Джинсы. Удобные. Да. Джинсы скини. Такие черно-синие. С современными элементами дырочек. Белая рубашка. Да. Расстегнуть. И потрясающая, да, классическая, а-ля мужская, прямая. И вот, что мне очень нравится. Вот эта куртка, она темно-синяя. И это темно-синий гипюр. Она придает такой женственный, немножко гламурный стиль. А видно, что гипюр? Ну, в жизни видно. Такой, как на синтепончик там внутри. А сверху гипюр. Да, это куртка стеганая. Ты не крутись так сильно, я вокруг тебя кручусь. Вот. И вот такая вот сумка игривая, леопардовая наполовину. Синенькая, темно-синенькая, ярко-синенькая. Вот такая вот, вот такой вот образ. Ну вот, напишите, что и как. Ну-ка, пройдись-ка вперед чуть-чуть. Да, мало места здесь. Я подальше лошу. Мы тут мерили все. Поверни сумку чуть-чуть. Сумку можно маленькую, но, мне кажется, по современной жизни всегда лучше большую. Как ты считаешь? Ну, мне кажется, что вот этот образ абсолютно твой. Да? Вот белая рубашка, очки у тебя сейчас очень хорошие, куртка такая. Мне кажется, что в любой стране мира, Москвы до самых окраин, и в Париже, и у тебя в Германии, в Италии, в Америке, везде абсолютно будешь так выглядеть отлично. Ну, мне нравится. Тебе нравится? А ты бы сама так оделась? Да. Я единственное, что вот, как бы, ну, другие бы, может быть, джинсы купила, потому что здесь заниженная талия, которую я не люблю. Ну, тебе же сказали, что есть завышенные талии, тебе просто лень мерить стала. Ну, идея заключается в том, что подбираем такие джинсы, как бы, никакие, да, по цвету более-менее перекликающие, стройнящие, удобная обувь. Ну, вот я хочу сказать, что я бы, наверное, купила бы сапоги такие для Германии, они немножко не подходят. Что, жарко, что ли? Ну, просто для Германии такие сапоги... Что, слишком элегантные, что ли, для Германии? Там нет снега, дорогая моя, там нет такого холода, чтобы такие вот... Ну, да, такие сапоги даже в Испании испанки летом носят. Я себя немножко скована чувствую. Можно и... Что касается, чтобы было удобно вот в носке, мне они немножко где-то вот давят, вот здесь вот давят, допустим. Она, короче, привередливая, что ей макияж не понравился. Ну, ладно, напишите, дорогие зрители, как вам в целом образ? Образ мне вообще всего понравился, а вы напишите. Мне кажется, что вот такая стильная европейская женщина. Молодец, все, молодец. И пошла. Свободная походка от бедря. Да, я тебя на 15 секунд порежу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не в париж. Ха-ха-ха. Не в париж. Шикарно. Очень красиво. Ну, вот... Это можно использовать как тунику, можно как платье. Оставили мы от Джеггинсы. Ну, на самом деле здесь предполагается, что можно надеть черные колготки, высокие сапоги. Ну, вот мы попробовали это платье именно как тунику рассматривать. Очень хорошо. Очень идет тебе, Таня, этот цвет. Хотя она говорит, что такой-то цвет и не идет. Никогда не носила такой цвет. А возьми вот красную сумку еще. Образ шикарный, да? Ну, пройдись чуть-чуть. Вот, короче, я ей вот такие вот образы подобрала. Такие что-то среднее между кэжелом. Платье такое вот тунику никогда не носила, точно. Платье-тунике это про прелесть. Они делают все важные дела. Вот эти рукава, они очень помогают руки как-то скрыть. Поэтому в целом омолаживающие. Шикарно, шикарно. Ну что, только что мы вышли из мотиви, подобрали один образ для Татьяны, два для меня. В общем, наоборот, два для меня, один для тебя. А, ну да, точно. Два для нее, один для меня. Ну, в общем, тяжелая работа моделей. Да. Подтверждаем, что это вообще, я не знаю. Еще раз, меры немножко не соответствуют. Пока перемирили все, чтобы то, что подошло, это, конечно, все мыли. Да, и вообще трудно подбирать, что в одном магазине нужна и обувь, чтобы и сумка там, чтобы села в то же время, как бы, да. Ну, я считаю, что нам... Ну, это очень интересно. Да, очень интересно, и я думаю, что нам это удалось. Вот, мы немножко друг друга покритиковали, вот, но все любя, так сказать. Да, нет, мне очень понравились мои новые образы, которые я вообще никогда не носила, а себя увидела с такой стороны. Ну, заходите вы, пожалуйста, на Мариночкин калан... А, так это уже на Мариночкин канале вы и находите. В общем, короче говоря, у нас уже заплетается язык, нам надо сделать перекус и до следующего включения. Да, да, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Давно обещала вам Outfit этого платья от Михальни Грид. Оно вот такое вот, с запахом. Сетка. Здесь завязывается на такой шнурочек. Трикотажный, он же барбот. Зеленый. Вот. Его можно надевать на водолазку, собственно говоря, она у меня тоже есть от Михальни Грид. В следующий раз я вам покажу именно такой Outfit. Ну и украшение у меня такое, типа скромное от Михальни Грид. Сережки и очки, которые я специально купила под вещи Михальни Грид. Ну и вообще они мне понравились. Вот так. Мне особенно нравится с брутальными сапогами, но сегодня как-то тепло, поэтому мне, честно говоря, я просто ботики такие надела. Ну можно и с каплюками, конечно, но мне вот так нравится. Сейчас мы зашли в магазин российских дизайнеров. Я сейчас подобрала Татьяне такой комплект, как бы, нарядный с пальто, украшения. В общем, сейчас будем мерить сумочку вот такую. Ну посмотрим сейчас, как на ней это будет. Тань, ну что я тебе могу сказать? Ну скажи что-нибудь. Ты выглядишь, как английская королева. О! Распахни, распахни пальто. Очень красиво. Сейчас мы посмотрим, как это нарядное платье. Туфли в этом магазине были вот только такие. Я бы, может быть, сделала более темные, что ли. Может быть, даже, не знаю, более, ну в смысле телесные, но потемнее. Распахни пальто, поправь украшения. Очень хорошие. Это российские дизайнеры делают украшения тоже. Вот косичка из ткани, стразики беленькие. Мне кажется, что Татьяну этот образ очень молодит. Ткань вот этого пальто, она очень современная. Такая вот, ну я не знаю, это вот как водолазный костюм. Но это очень модно, она как бы немного торчит. Не знаю, такая же. Клинк Кеннеди. Да, пожалуйста. А еще вот такого еще платья? Ну сейчас посмотрим, девушка. Спасибо. Какой размерчик? Это 48. Шикарно. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, Таня, ну а теперь давай снимай уже это пальто. Будем показывать платье. Я его купила из-за силуэта и из-за цвета. Брюки превращаются. Да, брюки превращаются. Я его купила из-за силуэта и из-за цвета. Давай, давай, давай. Пальтишко. Вот. Вот видите, какие рукава. Мне кажется, что это очень стильно и современно. Вот здесь оно прямое. Можно его также и с поиском носить, кстати. Где он? Можно. Да. В зависимости. Оно мне нравится тем, что оно, знаешь, Таня, оно очень базовое. То есть вот ты его сможешь надевать и в пиры, и в миры добрые люди. Ты его сможешь обыгрывать с разными украшениями, с брошкой. В то же время оно не банально черное, а вот такое сине-фиолетовое. Очень тебе идет. Потом на видео посмотришь, ты выглядишь шикарно. Этикетки немножко потарчивают, конечно. Ну ладно. Вот. Посмотрите. Напишите, как вы думаете. Я считаю, что вот такое вот платье, оно очень универсальное. Потому что обычно покупают нарядные платья на один раз. Надевают их, потом уже они запоминаются. И как-то их не очень, вроде как, хочется повторять, да. Это вроде как уже дурной тон. А здесь вы можете любые. Например, берете вот такую сумочку, да. И может быть какое-то украшение даже зелененькое. Хотя даже и так выглядит неплохо. Да, очень тоже оригинальная какая-то модель. Видите, тут вот ножки такие. Можно как-то по-другому тоже обыграть. Ну вот напишите, что вы думаете. Я считаю, что Тане нужно вот именно такое нарядное платье. Вот. Абсолютно такое универсальное. Вот у нас с поиском его надела. Можно свои пять копеек снять? Да, можно. Можно покритиковать даже. Никогда не носила таких платьев. Я не знаю, буду ли я носить. Но это точно не мое. Не рукав такой вот. То есть его можно сделать и длинным. Это мы просто его... Это Марина так мне сказала сделать. То есть он вообще вот таким вот образом. Кто любит длинные, можно и длинные сделать. Ой. Вот. Видите как? Никогда я... Во-первых, я не люблю с поясом вот такие платья. Во-вторых... Ну с поясом я бы тоже его носила без пояса. Без плечиков. У меня как-то вот, мне кажется, что уже и спина, то знаете... А что значит без плечиков? У него что, плечики есть? Они вот немножечко вот здесь нет. Здесь нет плечиков. Ну и хорошо, что нет. Да. Пояс бы я тоже сняла. Что бы какие-то... Сниму. Вот. У меня просто все платья классического покоя. То есть вот так вот по фигуре. И я никогда не ношу вот таких вот свободных покоев. Это не мое. Но Марина меня такое видит. Да. Будет очень интересно ваше мнение на этот счет. Потому что... Что лучше в аптегончик или... Да. Потому что я привыкла к одному и ну никак не приемлю вот такие фасоны. Мне кажется, что это вот какой-то такой вот стиль. Ну не знаю. Не знаю даже как назвать. Свободный художник. Даже не художник. Вот. Ну я не знаю. Такое впечатление, что я с кого-то сняла это платье. Оно мне не поразмерно. Украшение, кстати, можно на другое. Непоразмерное. Нормально. Зато ты в нем выглядишь очень вообще идеально стройной. То есть никаких не спасательных кругов, не целлюлитов, никаких вот вообще ничего, ничего, ничего. Никаких складочек. Все идеально. Мне очень нравится. Но зато тут ничего и не видно. Всех достоинств не видно. Понимаешь, если где-то что-то классическое сделать. Сюда можно любое украшение вообще. Шикарное. Второй вариант. Украшение. Марина не подобрала. Второй вариант. Вот такого плана. Напишите какой-то. Ну в этом магазине. Да. Просто вот были такие украшения. Это тоже. Я не буду даже его расстегивать. Ну в принципе вот или такое. Да. Или такое. Ну в принципе сюда можно любое украшение. Даже из того, что у тебя есть. Что касается пальто. Мне очень понравилось сочетание вот синего с белым. Вот лично. Мне очень это нравится. Но в 60-70-е годы было модно. Вот такой крип жоржет. Кремплен. Даже не кремплен. Это джерси. Джерси. Джерси, да. И вот это вот. Это сейчас опять вошло в мод. Это да. И вот такого плана носила моя мама. Пальто. Я это очень хорошо помню. И когда вот. Я его одела. И в такие топорчистые. Колуп стоящие рукава. Мариночка сказала, что. Это тренды. Последние. Что это очень сейчас. Молодит. Да. Так вот я хочу сказать. Совершенно верно. Я себя ощущаю. Вот. Того. Того времени. Мамой. Вот. И ну никак это. Не могу. С собой. Это. Никогда я не носила. Не мое. Короче. Раскритиковала. Нет. Ребята. Я не то что раскритиковала. Я не то что раскритиковала. Просто это не мое. Просто это не мое. Прошку бы зафигачила. Да. Прошку да. Вот. Вот. Стоит колом как бы. Ничего не было. А я хочу знаешь что сказать. Что. Российские дизайнеры большие молодцы. Я зашла в этот магазин. Раньше здесь не была. Хотя он в галерее. Открылся кстати недавно. И мне очень понравились вещи. Цены здесь такие. Ну как бы не низкие. Да. Но тем не менее. Все таки они. Ну как то реальные. 5 тысяч. 7 тысяч. То есть если. Вот это пальтишко 11 тысяч. Ну пальтишко. Да. Платье 7 по моему тысяч стоит. То есть как бы. Ну да. Дорого. Но если покупать. Вот. Универсальное платье. И использовать его. И в мире добрые люди. То я считаю что это то что надо. И кстати. Эти платья есть очень разных цветов. Вот. Ну ладно. Сейчас я буду мерить. Вот это. То что мне подобрала. Татьяна. Нет. Не это. Вот это. Вот это что ли. Да. Я без рукавов не ношу вообще. Я не открываю руки. А. Ну ладно. Посмотрим. Как называется ваш магазин? Openin. Как? Openin. 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 Открытый. Открытый. Да. Открыли недавно. В галереях. Всем рекомендую. Потому что он потрясающий. Здесь представлены российские дизайнеры. И вот так мерить. Прикупить. Потрясающие вещи. Мне очень-очень нравится. Я уже заговариваюсь. Весь магазин оценил и сказал, что это потрясающий комплект. Да. Который очень подошел Марине. Да. Я хвалю Таню после того жилетика полосатенького. Это просто прорыв. Ну ладно. До следующего включения. Таня составила сама себе очень интересный комплект. Потрясающий. Просто принцесса Монако. Только повернись, повернись. Такое интересное платье. Здесь органза с горошком. Здесь сидит как классический футляр. Правда выточки наружу. Здесь тоже горошек. И вот такое вот пальтишко. Ну-ка застегни, застегни. Это уже такой практически... Совсем шестидесятые. Ну я бы сказала даже пятидесятые. Да. Это про... Я не знаю. Стоит одеваться? Тебе так все идет. У тебя такой благородный породистый вид. Просто... Породистый вид. Да вообще. Правда ей очень идет, да? Нет, очень красиво. Ты прям так... Ну-ка покрутись, покрутись, покрутись. Очень красиво. А сколько это пальтишко стоит? Недорого. Ну это... Это тоже, да, российские дизайнеры? 20 с чем на 20. Вот. Вот. Вот где надо покупать одежду теперь. Импортозамещение. На почти 75% шерсти. И еще вискоза. Ну вискоза вообще долговечность пальто увеличивает. Потому что шерсть же слабее. Я тебе сейчас сфотографирую. А нужно сюда? Я думала, что уже и не нужно. Вот. 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 Короче говоря. Мы немного зацикливаемся на своем образе. И... Хочется, чтобы на тебя посмотрели со стороны. Устроили сами себе такой модный приговор. Ничего не купили. Но нам очень понравился магазин российских дизайнеров. Который называется... Opening. Да. Вот. 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 Мы получше можем его даже... Ну я наверное схожу. Получше сниму. Тане тоже там очень понравилось. Вот это серенькое пальтишко. Да. В 50-х годах. Да. Почувствовала себя принцессой Монако. Да. Принцессой Монако. Вот. Ну в общем видео получилось длинным. Мы выдохлись. Но надеюсь, что было интересно. Да. Мы надеемся, что вам понравилось так же, как и нам. Заходите на Танин канал. Вы увидите там, как я. Увидите там Марину. Как я. Какие образы я ей придумала. Да. Вы только там увидите. На ее канале вы этого не увидите. Да. Это точно. Там очень интересные образы. И я очень рада, что в принципе я думала у нас будет спор и драка на эту тему. Но получилось так, что Марине понравилось. Да. Мне понравилось. Ну так. Были моменты критиканства с обеих сторон? Ну. По-доброму. По-доброму. Не значительно. Вот. Ну все. Увидимся совсем скоро. Пустила, по-моему, совсем приказывает. Спасибо всем. Большое спасибо всем, кто зашел, посмотрел и был с нами. Ну вырежешь. Уверхнувшийся блогер. Всем пока. Всех люблю. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока. Счастливо. Пока.